Всего за одну неделю цена на рест на внутреннем рынке подскочила на 10%. Именно эту тему мы постараемся сегодня всесторонне обсудить в программе «Главные новости» в студии Александра Федьма. Здравствуйте! Продукты колеблются в своей цене. Позвольте представить моего гостя, председатель Совета Союза потребителей Республики Татарстан, Марс Исмогилов. Здравствуйте! Здравствуйте! Большое спасибо вам, что согласились принять участие в программе. Тема действительно насущая, потому что человек кушать не перестанется. И поэтому человек действительно всегда озабочен и озадачен о том, что он будет кушать, когда будет кушать и по какой цене. И вот информационный повод, который мы сегодня избрали, это скачок цены, в частности на рис. Но я предлагаю в целом обсудить положение и ценовой политики, как в Республике Татарстан. Может быть, даже весь мир захватим. Но начнем с республики. Как сегодня обстоят дела на рынке, внутреннем в Республике Татарстан, с ценой, с ценообразованием на различные виды товаров? То есть, насколько у нас колеблется все? Или же мы находимся в какой-то такой стабильной зоне? Ну, пока до Татарстана этот вал не дошел. Он идет у нас в Дальний Восток. Если касается риса, оптовые цены, там даже поднялись уже по сравнению с прошлым годом. Цена поменялась на 18%. Стала выше. То есть, произошел скачок. Произошел скачок, да. Мы можем только ожидать еще помешивания. Да, мы будем еще ожидать, потому что у нас в магазинах еще продается старый рис по старым ценам. Старый рис – это о чем идет? Он только что… То есть, рис урожая прошлого года, он перерабатывается, чтобы в промышленную упаковку потребительскую, чтобы продаваться через заводы. А сегодняшний урожай еще просто пока не обработан. Он еще даже не поступал. Он еще не поступал на обработку. То есть, сегодня еще новый урожай на рынок не вышел. То есть, тогда с чем связать сегодняшнее повышение, если волна еще до нас не докатилась, а скачок уже произошел? С чем это можно связать? То есть, факторов, я так понимаю, огромное количество. На ваш взгляд. Это искусственно созданный ажиотаж с самими покупателями? Или же это какой-то есть сговор большой глобальный, те, кто занимается рисом? Или все пытаются, наоборот, таки в предчувствии, собственно говоря, вот этой волны поднять изначально цену, чтобы люди привыкли? Да, вы правильно отметили. Вот именно в предчувствии. То есть, купить выгоднее. То есть, люди ожидают, у них ожидание повышения цен. Что связано, в принципе, и с повышением доллара. То есть, Центробанк у нас отпустил доллар, сказал, что Россия у нас довольно крепко стоит на ногах. И для искусственного сдерживания нет оснований сегодня, потому что это ударяет по развитию экономики. То есть, это минус, конечно, потребителям, рядовым. То есть, цены будут расти. Но производителям это выгодно, потому что они свои продукты будут продавать дешевле на внешний рынок. По вопросу риса, действительно, люди думают, что будет повышение. Но у нас, наша страна сама выращивает в огромном количестве рис. Более полтора миллиона тонн собрано в этом году. И урожай больше, чем в прошлом году. То есть, оснований для ажиотажного спроса или паники нет. То есть, фактически, наша страна в состоянии целиком и полностью обеспечить себя, в частности, рисом. Да, просто у нас чуть-чуть другой рис. У нас есть теперь гурманы за последние стабильные 10 лет. Нам нужен черный, непророщенный или пророщенный. Да, а вот именно с этим проблемы. Потому что в Азии как раз не урожай. То есть, именно с зарубежным рисом будут проблемы. Соответственно, и из-за того, что у них урожай. Ну, вот в Таиланде непосредственно, по-моему, там... Да, они проблемы. И, соответственно, доллары, доставка, все это стоит. И таможены, и пошлины. Поэтому, да, не связано совершенно это с санкциями. Объективно, импортный рис будет дороже. Ну, вот, ведь у нас существуют различные службы, которые занимаются регулированием, в первую очередь, цен. То есть, насколько в их полномочиях сдержать эту ситуацию, чтобы рис не только на 10%, но чтобы он на 100% не подскочил, учитывая, что волна потом придет по итогу. То есть, есть ли у нас какие-то механизмы регулирования? Как нам, собственно говоря, побороть эту ситуацию? Потому что в итоге проигрывает потребитель, ему платить больше и дороже. Я понимаю, что человек может отказаться от гурманства и пользоваться только тем рисом, который выращивается здесь. Но ведь и он тоже подрастает в цене, как я понимаю. Ну, вот, под шумок, как бы, да, повышается и стоимость, потому что люди начинают ажиотажно скупать, про запас. У нас, понимаете, поменялась ситуация. Вот обычно в нормальной ситуации, когда нет кризиса, когда люди спокойно живут, мы знаем, что в августе обычно цены на овощи понижаются, на продукты питания. То есть, во-первых, люди летом больше отдыхают, они в отпусках, и они еще не думают о том, что предстоит зима. И меньше кушают. И меньше кушают, да. Вот. Поэтому появляется предложение, а спрос низкий в августе. Поэтому цены бывают низкие. Обычно это бывает. В сентябре, в октябре начинают повышение цен, потому что люди начинают закупаться уже впрок. То есть, закупать продукты, скажем, на зиму, да, у нас большое количество населения. И, соответственно, уже спрос у нас, получается, увеличивается. Предложение может быть понижаться. В данном случае, получается, наоборот. Люди уже сейчас пытаются закупить продукты на прозапас, чтобы сэкономить там вот эти 10%, даже, может быть, 20%. Это зависит, и будет покупать прозапас, и ответ запаса будет уменьшаться, стоимость будет повышаться. Потом, к концу года, я думаю, это все стабилизируется, как всегда. Вот у меня на памяти был, по-моему, в 98-м году тоже был кризис, и я работал тогда еще в Комитете защиты прав потребителей. И мне звонила бабушка, плакала. Тогда был, если вы помните, ажиотажный спрос на соль и спички. То есть это практически какое-то было, как будто предвоенное время, люди скупали мешками. И она плакала, и мне прямо в трубку сынок говорил, помоги мне. Я, говорит, на похоронные деньги купил мешок соли. И теперь, говорит, я его не могу вернуть, магазин меня не принимает. Я к бабушке. Вы же купили качественный, то есть по закону вы не имеете права вернуть товар, качественный товар, продукт питания имеется в виду. Поэтому, извините, он не портится, вы его используетесь с сахаром, с солью, если вы купили. Она говорит, но я же не съем его даже до смерти. А цена, она упала, сразу же стабилизировалась. То есть там в тот момент был действительно какой-то картельный сговор. Там, видимо, подключились уже государственные структуры, про которые говорили, антимонопольная служба, которая за этим следит. Потому что, объективно, в нашей стране соли, это как грязи. То есть у нас солидные запасы настолько большие, что просто не может... По определению, да. У нас просто горы, и поэтому... Я предлагаю ответить на телефонный звонок наших телезрителей. Напоминаю, телефон прямого эфира 511-99-66. На данный момент, алло, добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, самый большой... Меня звать Фавел Александрович. Самый большой спрос на какие-то виды продукты, это, знаете, это наш ажиотаж к чему-то. То ли к соли, то ли к гречке, то ли к рису. Посмотрите, и гречка была вроде как дорогая, а потом вдруг... Я посмотрела на оптовых рынках, она стоила 28 рублей, а в магазине по 51 рублю. Это, во-первых. То есть нужен государственный контроль. Это, во-первых. Во-вторых, мы сами себя загоняем в угол. Почему? Закупаем то, что нам нужно. Как бабушка сказала, у нас купила соль в гараже, значит, мы теперь ему сказали, подтвердили, что давай, дороги посыпай ты солью. Вот, закупил. Зачем это нужно? А понимаете, наверное, это все-таки кому-то нужно, чтобы вот такие вздрязки были. Давайте мы с вами вместе попробуем разобраться. Производит все продукты столько, сколько нам нужно. Это, во-первых, и все, которые нам нужны. И я горжусь своим Татарстаном, что мы имеем вот такие... И продукты, кстати, качественные, да и, в общем-то, торгуем, однако, ими. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Ну, такое вот, как говорят, есть хорошая пословица, я ее переделаю. Устами потребителя глаголит истина, по большому счету. Но прозвучало в тезисе один такой небольшой вопрос. Есть ли у нас контролирующие органы, которые позволяют не только регулировать цены, но и сбить, наверное, ажиотаж. Потому что есть и действительно проблемы, ну, как вот и с гречкой. Я даже тоже подготовил небольшие картинки о пустых прилавках в свое время, когда гречки действительно не было. Вот такие таблички висели, гречки нет. И даже не спрашивайте. Огромные пустые прилавки стояли. И непосредственно наш телезритель считает о том, что в первую очередь это мы сами производим, как потребители, я имею в виду такой спрос, ажиотаж. Есть ли еще какие-то скрытые, может быть, причины, почему происходят, собственно говоря, пустые прилавки? На Ваш взгляд? Ну, сейчас у нас, понимаете, рыночная экономика. То есть, если мы не можем регулировать сегодня цены государства, если мы себя объявили государством с рыночной экономикой, кроме, может быть, продуктов первой необходимости, да? То есть, когда какая-то ситуация сложная или нестабильная, то первой необходимости, может быть, их и ограничивать в цене. Но я Вам просто по практике скажу, то это любое ограничение, административное регулирование экономики приводит к коррупционной составляющей, в принципе, понимаете? То есть, какой-то будет чиновник говорит, тебе можно продавать, тебе нельзя продавать. То есть, вот если мы хлеб выпускаем, что муку ты будешь покупать, а тебе муку из каких-то запасов в квоты нет, соответственно, кто-то будет обогащаться из предпринимателей, вовсе не значит, что он хуже выпускает продукцию. То есть, фактически, данные регуляторы ведут просто к коррупционным схемам? Ну, я так считаю, да. Есть у нас институтно-инопольная служба, которая занимается именно картельным сгором, когда несколько крупных производителей разговариваются, и независимо от рынка могут поднять цены. То есть, Вам придется покупать, потому что у Вас нет выбора. Либо у нас естественные монополии есть, да, это, скажем, РЖД, допустим, да, водоканал в городе. Мы не можем воду из крана другую там открыть, понимаете? Их, они регулируются. То есть, эти тарифы согласовываются с кабинетом министров, который, комитет по тарифам у нас существует, который все эти цены, обоснованность их проверяет и утверждает. А продукты питания, другие товары потребительские, то здесь у нас рыночная экономика, понимаете? Это наоборот. Если она работает, рыночный механизм работает, то чем выше конкуренция, тем ниже стоимость. Потому что, чтобы продать свою продукцию, необходимо продавать ее дешевле, снижать издержки. А здесь только единственный минус появляется, опять же, в побочной, что иногда за счет качества продукции снижается. То есть, Вы продаете колбасу с мясом, а товарищ у Вас продает колбасу с соем и добавляет. И, соответственно, у него цена будет ниже. Люди, не зная, покупают ее. Это является тоже элементом недобросовестных конкурсов. Но здесь мы смотрим уже по качеству. То есть, это другие структуры смотрят. Ну, да, из лаборатории, которые берут пробы. Что обман, здесь обман потребителям. То есть, даже больше по нашей части, по защите прав потребителей, то здесь идет обман. То есть, мы этим тоже занимаемся. Фальсификации продукции, когда выдается, скажем, сливочное, растительное. Вот это мы занимаемся. Ну, вот бум был, когда на молочных продуктах. Обязательно нужно писать, что это просто молочный продукт какой-то, либо это чистый молок. Это есть, он остался. Именно бум, да, это технический регламент. Теперь это должно быть. Но, вот так же по практике говорю, сейчас тенденция все-таки идет к ухудшению качества продукции. В связи с тем же, чтобы, вот как товарищ предложил, государство пытается сдержать цены. Оно может быть руководством нашей страны, там, республики. Я знаю, что говорит производителям, что не повышайте цены. Не повышайте цены. Мы следим за тем, чтобы вы продавали цены, и они были доступны, не стоит наживаться там на кризисе. Соответственно, производитель тоже, объективно, наверное, бывает, что у него, товары, ингредиенты для выпуска продукции тоже повышаются. Ему нужно повышать стоимость. А он не может, потому что ему, говорят, административным волевым методом, говорят, не повышается. И он начинает искать обходные пути. Да, и он как раз начинает по теклонку добавлять туда картон, скажем, туалетную бумагу, или там растительные жири вместо животных. То есть, сами вынуждаем. На ваш взгляд, на сегодняшний день потребители в большинстве своей массы, они знают о своих правах? То есть, знают, как, собственно говоря, бороться с подобными ситуациями, я имею в виду повышения ли цены, отсутствия ли каких-то товаров. То есть, каким-то образом образовывается сегодняшняя масса для того, чтобы понимать все эти процессы, чтобы они не были такими страшными. Потому что, на мой взгляд, человек, когда покупает себе впрок, у него есть просто страх нестабильности. Он не знает, что будет дальше. Поэтому и покупает впрок в большинстве случаев. Или же какие-то есть другие движущие силы, которые управляют потребителем? Ну да, мы все-таки дети Советского Союза. Большой советской страны. Да, поэтому мы привыкли, что тогда нужно было бери, как было, да, бери, что дают и не задерживай очередь. Да, если обычно тогда нас, как потребителей, просто не существовало. Да, с 92-го года у нас существует закон защиты прав потребителей. И уже в 90-е годы люди стали знать, хотя бы, если не знают свои права досконально, то есть они знают, что у них есть какие-то права, и что они имеют право что-то требовать и жаловаться куда-то. Я не говорю, что иногда они неправильно, иногда они злоупотребляют, потому что они где-то там что-то одну статью узнают, и говорят, что я имею право вернуть там все. Ну как-то однобоко, да. Да, в 14 дней требуют там скандалит, хотя есть перечень продуктов, которые можно, и продукции то, что можно возвращать, что нельзя возвращать, и в какие сроки. Вот как-то то, что выбирают, то, что нам нужно. Вот, поэтому... Ну, в целом, люди более-менее начинают узнавать о своих правах? Да. По стране, я имею в виду. Теперь можно, во всяком случае, понимаете, вот 90-е годы, мы рассказали в советское время, да, как было. То есть люди брали впрок. Здесь тоже опять же минус, опять повторю, государство регулировано. Если так, в принципе, она объективно правильная плановая система, да, Советского Союза, и чтобы все люди... Я сейчас так долго глубоко не буду заходить. То есть это рассчитывалось, да, Косплан рассчитывал, что вот в этой республике столько людей рождает, столько девочек, столько мальчиков, столько пойдет в школу, столько пойдет в армию. И примерно уже за 5 лет, за 10 лет было известно, сколько нужно было выпускать детской одежды, сколько выпускать продуктов в ту республику, в тот регион. Другой вопрос, что там, как сейчас называют, пятая колонна какая-то туда пробилась, годы перестройки и стали путать, скажем, в два раза больше отправлять зубной пасты в Башкирию, а щетки в два раза больше отправлять в Татарстан. В итоге, получается, у нас нет зубной пасты, да, есть щетки, а в Башкирии есть наоборот. Соответственно, у нас появляется класс предпринимателей, которые везут, едут туда, то есть вот эти фарцовщики. Это был какой-то искусственный, сверху навязанный стимул для развития вот этого частного предпринимателя, незаконного даже предпринимательства. В то время еще, в принципе, комиссионный магазин там сдавали еще что-то. Вот один был такой инструмент по развалу Советского Союза, развалу плановой экономики. На самом деле она правильно была, то есть я имею в виду план, плановая экономика. Сегодня я так смотрю, что, по-моему, эта служба не так и не справляется. Вот, поэтому полностью отдали на опыт рынку. Но опять же, минусы государства регулирования, я уже сказал, что в первую очередь мы оставляем только продукты первой необходимости, лекарства, извините, там роскошь или еще что-то, это не может быть, или автомобили там, регулировать их нельзя, тогда это будет опять же, кому-то можно продавать, кому-то нельзя. Это у нас появится опять очередь, талоны, если вы хотите, то, ну, как бы, я скажу, не нам не дают. Не хотелось бы возвращаться. Я помню времена и по талону, и по всему остальному. Я предлагаю обсудить тему небольшого голосования, который мы запустили, группа ВКонтакте, медиаканал Эфир 24. Вопрос, который мы адресовали нашим телезрителям, и читателям, и слушателям. Где вы покупаете продукты? И вот три варианта на рынке, в крупных торговых сетях и в магазинах шаговой доступности. И вот где-то пополам, 46 и 47 процентов в крупных торговых сетях и в магазинах шаговой доступности. На рынок практически люди не идут. На ваш взгляд, насколько это сегодня соответствует действительности? То есть рынки становятся неактуальны? Правда это? Или же все-таки здесь есть просто люди, отметились те, кто изначально не ходит на рынки? Нет, я так думаю, они просто вопрос не совсем поняли. Потому что продукты, то есть хлеб, молоко, действительно мы покупаем или там продукты в промышленной упаковке. Рынок все-таки это для продуктов сельского хозяйства. То есть ты каждый день туда и часто не ходишь. Ты покупаешь там обычно впрок, хотя бы на неделю. Мешок картошки, к примеру. Ну хотя бы ведро. То есть соответственно это связано. Я думаю, если мы напишем это продукты. Где покупаете овощи, к примеру. Да, и это поставим в сентябре. То я думаю, это будет поменять кардинально эти вопросы. И все будут закупать там. Существуют различные механизмы у предпринимателей, в частности, на повышение ажиотажа и спроса потребительской способности. К примеру, там в зарубежных странах есть, как мы слышим все время, какой-то черный вторник или черный четверг или черная пятница, когда идет глобальная массовая распродажа. У нас существуют такие механизмы? И как это происходит в других странах? То есть мы в принципе понимаем, о чем идет речь. Я имею в виду, что значит черный вторник, что значит распродажа. Почему так происходит? Срок годности исходит и поэтому скидывают товары? Или как? Если мы абстрагируемся именно от сегодняшнего вопроса по рису, который мы еще не поняли, почему так. Все-таки скопнул. Да, то есть мы так считаем, что все-таки потребители сами виноваты. Пока нет оснований экономических для повышения цен. Пока люди начинают много покупать, получается, что предприниматель для этого существует, чтобы зарабатывать прибыль, соответственно, он повышает стоимость. Потому что если он сейчас продаст даже все дешево, извините, завтра к нему придут и скажут, почему у тебя нет вообще риса. Ему уже нужно, чтобы у него риск был. Соответственно, он должен повышать стоимость продукции и удовлетворять всех потребителей. И у нас еще не готово, на самом деле, вот это для объединения гражданского общества. Да, не развито у нас. У нас все-таки все мы апеллируем к президентам, понимаете. Вот девушка недавно вышла, дочь фермеров, сейчас шумно в интернете развивается, что она говорит, я сожгу весь урожай, потому что мне не помогает государство его продавать, понимаете. Да, то есть она, у них свое понимание, то есть, что опять же государство, она апеллирует президенту. Потому что она в прошлый раз уже это просила, что у нее нет дороги президенту Владимиру Владимировичу Путину, понимаете. Она попросила дорогу и на прямой связи, и провели дорогу. Теперь она апеллирует, что вот, пожалуйста, дайте мне ангары. Место, где охранить, где продавать. Да, то есть вы не понимаете потребительское отношение. Или президенты Республики Татарстан там в Твиттере, да, у нас нет воды. Извините, граждане, пожалуйста, защищайте свои права. Почему вы апеллируете все время президенту? Президенту очень много работы, понимаете. И будет он приезжать к вам в ваш район и включать вам воду или выключать, или звонить куда-то. Непонятно. Есть органы, которые за это отвечают, есть судебные органы, есть инстанции. Есть управляющие вашим домом или старшие по дому, обратитесь к нему. То же самое и здесь. У нас вот это общество потребительское, скажем, оно разобщено. То есть даже мы, Совет Потребитель, к нам люди обращаются, когда у них есть проблемы. А если проблемы у них уже не существует, они, в принципе, не помнят, что они вступали там или приходили. Пока гром не гренет, жить не перекрестит. У нас вот такая система. В Америке, да, скажем, вот это Черная Пятница, мы знаем. У нас мы знаем, что это первое, обычно мы, люди, граждане, знаем, что это день скидок. Но мы не знаем, почему это скидки. Потому что общественное движение в... Как раз-таки вот это гражданское общество. Да, оно призывает, что... Потому что действительно так, продавцы нас изучают. Они как медики изучают психологию потребителей. Они изучают, где нужно продавать. Скажем, вы знаете, да, в супермаркет заходите, за хлебом вроде бы за спичками, а вы ходите с полной сумкой. Это все продумано, понимаете, продумано. Вы идете за хлебом, но вы где-то все равно что-то поймаете. Либо запах там искусственно даже выпускается, либо какие-то звуки выпускаются. Вас отвлекают от этого, если у вас есть деньги, вы, в принципе... И кассу прячут, кстати. Вы пока идете, вы не видите, вы заметите в супермаркете, вы кассу никогда не видите. То есть вы увидите тогда, когда у вас уже сумка, и тут вы подумаете, а хватит ли мне денег. Но разгружать уже как-то неудобно. Да, да, неудобно. Слух, что скажут. И сейчас, когда, опять же, у нас состояние все-таки было не тяжелое, даже хорошее, люди уже покупали даже не продукт, который нужен, они статус покупали. Покупали кефир, как будто бы для фитнеса. Не для того, что он нужен ему кушать, понимаете, а чтобы показать, что я занимаюсь спортом, показать даже рядом, кто с ним стоит, что я какой-то особенный, в отличие от тебя. Вот, они покупали статус. И сообщество в соединенных штатах. Она призывает, что мы не бараны, да, давайте мы покажем всем этим транснациональным компаниям, что мы можем не покупать. И они призывают все просто в один день не ходить в магазин совсем. Вот это в черную пятницу. Не ходить в магазин, а закупить заранее. Один день не ходить в магазин. Как день земли, давайте выключим свет на один час. Да, это такая общественная инициатива, и большое количество людей не ходят. Соответственно, магазинам уже в этот день не закрываться. Поэтому, чтобы привлечь других, менее социально обеспеченных и активных людей, они делают скидки. И как бы, вот вы сами виноваты. И приходят другие люди, и приезжают у нас, я знаю, прямо на самолетах летают, закупают там товары, вот эти в скидочные дни. Опять же говорю, это не от хорошей жизни они начали делать, продавать, а потому что именно спрос в этот день падает. Большое вам спасибо за то, что вы согласились в принятии участия в программе. Было действительно очень интересно. Более того, тема объемная, еще много о чем мы не успели поговорить. Но мы поговорим явно в следующих программах. Я благодарю вас, большое спасибо. Ну, а всем нашим телезрителям хотелось бы пожелать, в любой степени каждый из нас является, конечно же, потребителем. И знать свои права, это будет очень, как минимум, правильно, познавательно и поучительно. Это была программа «Главные новости». В студии был Александр Фельдман. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин